Остальные весовые категории там под вопросом, но в любом случае этот вопрос будет решаться в исполкоме и тренерском совете, кого освобождать. На сегодняшний день еще не принято решение, то есть вот так. Но будем этот вопрос обсуждать и будем принимать решение. Еще самый главный вопрос это лицензия весовой категории до 125 килограмм. Ну я в прошлый раз тоже сказал, у меня сомнений даже нет, что у нас там будет лицензия. Просто к сожалению, что на заключительном сборе у нас травмировался Хизриев, один из претендентов на чемпионат мира, который должен был бороться с Аланом Кугаевым. И поэтому вот так все произошло. Но сейчас в феврале будет у нас лицензионный турнир уже первый, где будем уже бороться за лицензию в этой весовой категории. Там у нас есть уже готовые ребята, тот же Махов. Билал после многих травм восстановился, он уже в строю. И также Хизриев восстановился, тоже уже начал тренироваться. Скорее всего они будут оспаривать это на чемпионате России. Нет, скорее всего сначала мы возьмем лицензию, а потом кто поет на Олимпийский гриб, будем уже между ними уже оспаривать. Ну что, друзья, данная весовая категория до 79 килограмм. Финал Хубешты Кахабер против Аминова Халила. Мы уже видим, что Аминова Халила провел двухбальный проход в ноги. В буквальном смысле вынес, как говорится, за ковер. И теперь счет 2-1. Все-таки также в пользу Аминова Халила. Насколько я знаю, Кахабер Хубешты уже очень-очень долгое время в сборной России. И он также... Он очень долгое время, он очень хороший, перспективный парень. Но до какого-то уровня доходит, он выступал и на чемпионате мира за сборную команду России, но неуспешно. Когда он победил Дениса Царгуша, насколько я помню. Да, да, да. Он, ну, немножко так, чего-то не хватает, а так очень трудолюбивый. Трудится, ни один турнир не пропускает. Даже в этом году на чемпионате России. Там вот буквально равная схватка была с Анакойлом. Который снялся потом в финале. Потом снялся в финале, травмировался, уступил. Но там очень равная схватка была. И там и к судьям тоже были такие там вопросы. Но победил на тот момент сильнее был Санакойл. И не попал уже в отбор в чемпионат мира. Сейчас вот он опять пробует своей силой, чтобы отобраться уже в золстую команду. И отобраться уже на чемпионат Европы. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас он прошел в ногу. Чтобы обратно, где он сейчас судя оценку сделает. Мы видим, как спортсмены не оставляют силы на второй период. Все делают в первом. А потом уже чисто тактически уже отстаивать свою победу, свою преимущество. 4-3 в пользу Аминова. С первых секунд он лидирует. Но Кахомер Хубешты пытается его догнать. Любите ли вы делать прогнозы, Забулат Ильич? Ну, прогнозы бывают разные. Разные, да. Как Адула Рашид Садулаев сказал, ковер покажет. Но в данном поединке, как вы считаете? Если вы обратили внимание, когда бывают бои без правил, они всегда говорят, я выйду, я порву, разорву, убью, перееду. У вольников это не принято. А у нас по своей нашей толерантности и нашей дружбе у нас так не принято. У нас всегда говорят, слушайте, выйдем и ковер покажет. Это дорогого стоит, это уважение к сопернику, к самому себя, потому что сегодня ты можешь быть лучше, а завтра ты можешь проиграть сопернику тоже. Поэтому у нас так не принято. Как вы думаете, может ли вольную борьбу это продвинуть, популяризацию, если вольники перед схватками начнут такое говорить? Я думаю, что... Мало это представляется? Да, любой уважающий спортсмен такого никогда не скажет по одной простой причине, потому что кто не проиграл, кто-то и никогда не верил. Если бы отношили к тебе, то уже будут так говорить, и в итоге обмирили тебе и неуважительно, и хорошо, и неприятно. Поэтому соблюдают наши братские отношения, потому что все говорят, что самая большая дружба это между борцами, неважно. На ко времени сегодня соперника, а за кого мы все друзья, и поэтому мы не можем себе позволить так, как себе позволить убили. Так и подтверждается, что прошлый финал Ромазанова против Валева, что этот убежник против Аминова, также Дагестанско-Азитинский. Но повторюсь вашими словами, что главное это национальная российская сборная, которая будет уже представлять на международном, мировом уровне. Ну, по-большому так и должно быть, потому что любой тренер, который сегодня представляет регион, они заинтересованы, чтобы его ученик попал в сборную команды, или его ученик поехал на чемпионат мира, на чемпионат Европы, а прежде всего тренера сборной команды, и в том числе я заинтересован, чтобы попал в сборную команду сильнейший, поехал и представлял нашу страну именно сильнейшей в этой весовой категории, независимо от национальных признаков мира и исповедания. Очень глубокие и хорошие слова, Дагестан Ильич. И хочется отметить, это дорогого стоит, что у руля сборной России такой человек, как вы. Ну и в преддверии нашей схватки остается полминуты до окончания первого периода. Счет все же также в пользу Аминова. Мы видим борцовским термином, как говорится, борцы делают швунги друг к другу, такие жесткие. Надеюсь, что это ничего грубо и не перейдет. Это ничего страшного, это потому что по правилам это дозволено, чтобы швунговали, чтобы раскрывали соперников, чтобы проходили, проводили приемы. Или, грубо говоря, провоцировали? Да, конечно, конечно. Это же своеобразная тоже, как тебе сказать, тактика. Тактика борьбы. Им же не повисло 18 лет, чтобы они бросались. И они чисто тактически тоже готовятся перед схваткой. И знают друг друга хорошо. Кто какую ногу проходит, кто как бросает, кто переводы делает. Поэтому они идут, голы изучают, ищут русские тренера, и их настраивают за кулисами. Вот мы с вами видим, как Хабирова Хубешти настраивает главный тренер осетинской сборной. Хадокса Газимов. Валиф, Лалиф, Вадим, это главный тренер по молодежи. А вот Аминова Халила, серебряный призер Олимпийских игр, Арсен Гетинов, настраивает. И посмотрим. Вот мы с вами видим отца легендарного Хабиба Нурмагомедова. Это Абдулнаб Магомедович Нурмагомедов. Заслуженный тренер России. Он тоже приехал поддержать своих земляков. Посмотреть яркую, красивую борьбу. Мы с ним разговаривали, нашего Хабиба тоже. Он сейчас тоже готовится на турнир в Америке. Но за него тоже болеем, потому что он выходит из вольной борьбы именно от нашей школы. Поэтому мы за него тоже болеем. Болели и будем болеть. Надеюсь, в апреле против Тони Фергусона победа будет за ним. Вот мы видим с вами счет уже 4-4. Последнее действие было за Кахабиром. Но все-таки преимущество у Аминова, так как по правилам вольной борьбы у него два двухбальных действия. Да, да, да. Совершенно верно. Ну, сейчас еще время есть. И у одного, и у второго спортсмена. Посмотрим, что будет дальше. Оба немножко устали. Сейчас будет, но борьба продолжается. Сейчас будет проявляться характер, опыт и все борцовские навыки и качества. Качество, да. Совершенно верно. Более свежим как будто выглядит Кахабир, по моему мнению. Пытается, пытается, раздергивает. Тот головой встречает, не дает. Попытки делает, попытки делает, чтобы как-то обмануть, переград, перепрыть. Подсыпнул сейчас Кахабир. Мы слышим, местная публика поддерживает Кахабира. Просит судью предупредить спортсмена Аминова за то, что он уперся. У нас, знаешь, как на Кавказе. Все ребята, которые сегодня, и все болельщики, они очень сильно разбираются в правилах. И они подсказывают, потому что эмоции, и каждый болит за свое. Вот мы видели, только что. Какую оценку дали? Оценку дали. Один балл в пользу Аминова. 5-4 сейчас в пользу Аминова. У нас сейчас на табло скоро поменяется. Жестко встречает Аминов. Буквально казалось, что Хубеште возьмет очередной балл. Но контратака решила исход данной атаки. Ну, еще время есть, еще почти минута есть. Все может измениться. Для человека, который... Да, расслабляться просто не надо, и все. Для Аминова сейчас эта минута будет как вечность, потому что отстаивать тяжело. Раздергивает, раздергивает. В прошлом году Аминов, кстати, завоевал бронзовую награду. Сегодня он уже в финале. Посмотрим, на сколько ступеней он выше поднимется. Очередной проход. Балл. Балл, но, насколько я знаю, сейчас преимущество у Аминова, потому что у него 2-2-1 счет. И довольно местная публика, потому что Аминов устал, не встает, тянет время. Ну что, друзья, остается 10 секунд. Два балла дали Барсюш синим. Все проиграл. Аминов победу за Аминовым и время закончилось. Ну, практически, если вот так по большому взят, такой опытный спортсмен, как Кудешта, и 3 раза на одном и том же пьеме попал. То есть обратно. Проходит обратное дело, проходит, перекручивает его, понимаешь? Такой спортсмен, такого уровня не должен допускать такие ошибки. Мы видим на табло, еще остается у нас 4 секунды. Красный угол выбросил челлендж. Оцените, пожалуйста, действия, Замблат Ильич. Ну, здесь, видишь, опасное положение есть. Вроде два синему, вроде, было. Да, 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 опасное положение есть. А сейчас... А сейчас два балла к красному. То есть сейчас посмотрим. 6-7, да, оценку уже дали. Если челлендж выбросили, они должны в видео посмотреть. Даже если добавят один балл Кахаберу при счете 7-7, вроде он опять проигрывает. 4 секунды, чудо бывает везде. Ну, да, как у Валиева на чемпионате мира. С корейцем, насколько я помню. Да, 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 за предварительную схватку. За 2 секунды... Это было чудо. Взять... Нужно было взять 3 балла. Кого взял 4? 4. Все-таки не оценили в пользу Кахабера судьи. Местная публика недовольная, разумеется, поддерживает своего земляка. Ну, а публика при чем? Здесь надо... Оценивать объективно. Объективно и по правилам. Победился меньше. Победился меньше. Здесь не надо кого-то видеть, надо видеть себя. Потому что спортсмен так неудерно, как Кахабер. Он должен был раньше начинать, если бы хотел победить. Ну, нужно отдать должное и сказать молодец в пользу Аминова Халила. Поднялся на 200 ступеней выше и завоевал право бороться на Ярыгинском турнире. А уже тренерский штаб и совет как бы будет решать, что делать с призерами серебряными или бронзовыми. Потому что у нас еще очень много... Чем больше конкуренция, тем лучше. Тем лучше. Конечно. Аминов еще молодой парень. Тоже проявил себя уже в сборной команды. И я думаю, что дальше будем двигаться. Вот пользу вас лучом. Хочу...